Уважаемые коллеги, у нас второй вопрос наших докладов. Это технология, традиционная методика криодеструкции. Нажмудину Рустам, будьте добры. Уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги, решите представить вашему вниманию доклад по теме традиционной методики криодеструкции, показания, аппаратура, техника выполнения, типичные ошибки и рекомендации. Криодеструкция, как уже рассказывал Денис Георгиевич, существует уже с дальних времен, но в нашем институте она появилась относительно недавно, с приходом Прохора Георгия Георгиевича, после которого у нас активно институт двигается в этом направлении, развивается и добился уже довольно-таки неплохих результатов, чем можно похвастаться. В нашем институте метод активно используется не только в клинических, но и научных целях. Использование криодеструкции при лечении больных с наружными локализациями позволяет уменьшить нагрузку на операционные, в связи с тем, что проведение процедуры возможно в условиях перевязочной. И также уменьшает коечную нагрузку, в связи с тем, что пациенты непосредственно после проведения криодеструкции могут быть выписаны под наблюдение районколога. Что касаемо самих видов криодеструкции, существует три вида криодеструкции, которые активно используются. Это струйная криодеструкция, аппликационная и пункционная, а каждая из которых я остановлюсь немного позже. Показаниями для проведения криодеструкции являются доброкачественные и злокачественные поражения кожи, а именно базально-клеточный рак кожи, эпидермальные карциномы и многие доброкачественные образования. Также показаниями являются локализация опухолей в сложных анатомических зонах области лица, преимущественно поверхностные поражения, трудности закрытия раневого дефекта при хирургическом лечении, при хирургическом исечении, ослабленные пациенты с тяжелой и сопутствующей патологией, которым может быть противопоказана общая анестезия и также косметические требования. Необходимыми условиями для эффективного проведения криодеструкции являются эффективная теплопередача, достаточная продолжительность холодового воздействия, а также мониторинг и управление криодеструкцией под УЗИ либо КТ-навигацией. В нашем институте, сейчас немного расскажу о наших аппаратах, которые существуют в нашем институте, это аппаратура в виде криодеструкторов, в данном случае у нас используются криоинии и другие, которые я покажу в следующих слайдах, различные виды аппликаторов, которые используются в зависимости от размера опухоли, локализации опухоли, также УЗИ-аппарат, при котором осуществляется контроль глубины инвазии опухоли перед проведением криодеструкции, а также в момент проведения криодеструкции возможность оценки степени глубины холодового воздействия. Также аппараты, это криодеструкции нашей амбулаторной криохирургии, это аппараты с электронными оттаивателями, различные виды насадок различных. На данном слайде представлены криоаппараты КРОСА, которые разработаны Институтом криомедицины, лично Прохоровым Георгием Георгиевичем, которые в нашем институте прошли успешную апробацию и сейчас активно используются, ну и также инженерами продолжается разработка уже после наших пожеланий, то есть активно внедряется новая методика и исследуется для дальнейшего поступления на вооружение. На данном слайде представлены особенности аппликационной теплопередачи, это снимки взятые из атласа по криохирургии, в данном случае на специальных гелях, плотность которых максимально приближена к плотности кожных тканей человека, чтобы приблизительно понять, как теплопередача влияет именно на кожные покровы, на глубину оледенения и так далее. Здесь мы видим различные, в зависимости от различных видов аппликаторов, то есть плоские, конусообразные и различные другие. Анестезия. Как правило, для проведения криодеструкции используется проводниковая, региональная анестезия, это как наиболее нами избираемый вид анестезии и в некоторых случаях при обширных поражениях также используется и общий наркоз. На данном слайде представлено как клинический случай это биопсия экзофитной опухоли, то есть в данном случае после проведения местной анестезии экзофитная часть опухоли иссякается и в дальнейшем производится сама криодеструкция. Здесь пациент после проведения первого сеанса криодеструкции. На данном слайде представлен как небольшой клинический случай, это пациент, этот же пациент через 20 дней после После проведения криодеструкции мы видим зону некроза, но в последующем эта корочка убирается хирургическим путем, либо самостоятельно отпадает. На данном случае также представлен клинический случай, методика проведения аппликационной криодеструкции. В данном случае экзофитная часть уже удалена, произведена также местная анестезия. Проведение аппликационной криодеструкции в течение 5 минут, с последующим оттаиванием также в течение 5 минут. Это непосредственно область после проведения первого сеанса криодеструкции, но это проведение самой криодеструкции. Также клинический случай, пациентка с базально-клеточным раком кожи правой щеки, также проведение аппликационной криодеструкции. Также хотелось бы сказать о типичных ошибках при проведении данного метода. В случае, когда аппликация адгезия нарушается, зачастую в отсутствии большого опыта, многие, возможно, будут продолжать производить аппликацию и продолжать криодеструкцию. На самом деле, в случае нарушения адгезии с тканью необходимо полное размораживание участка этой опухоли и повторная криодеструкция. На данном снимке также представлено проведение УЗИ-контроля. Данный УЗИ-аппарат показывает зону формирования лидерного шара. И в последующем таким пациентам необходимо проведение гемостатической терапии. Ну, местной. Здесь, как правило, можно использовать либо гемостатические губки, либо при проведении электрокоагуляции. Также представлен клинический случай. Это пациент с первичным множественным злокачественным образованием. У пациента существовали множественные новообразования в области волоситой части головы, лица, шеи и туловище. В данном случае происходит криодеструкция нескольких участков. В данном случае здесь представлен непосредственно проведение криодеструкции и уже после оттаивания, после первых сеансов. Это также пациент через 25 дней, где-то после проведения криодеструкции. Также клинический случай. Это пациентка с базальемой кожи, медиального угла глаза. На снимке видно новообразование до 5 мм в диаметре. Здесь происходит также местная анестезия, гидроприпаровка, использование так называемой иглы-крючка для полнослойного среза экзофитной части опухоли. Затем происходит контроль глубины промораживания. В данном случае здесь участок кожи тонкий, поэтому видно, насколько глубина обморожения производится. И также гемостаз при помощи электрокоагуляции. Также возможно применение струйного метода криодеструкции. Это для тех случаев, когда при неудобных локализациях возможно также проведение струйной аппликации, которые уже для обработки краев. В случае том, если аппликатор по размеру недостаточно подошел оптимально, то есть можно края обработать дополнительным криораспылением. Также при обширной зоне поражения, в отсутствии оптимального размера аппликатора, возможно применение так называемого марлевого накопителя спрея. В данном случае пациент с большим дефектом на поверхности спины, поясничный отдел. Здесь в отсутствии аппликатора, здесь производится обкладывание зоны поражения марлевыми салфетками и использование спрея. Это в принципе служит как аппликатор. И в двух словах скажу о пункционной криодеструкции, о которых в последующем расскажет Георгий Георгиевич Прохоров. Это также используется в нашем институте. На ней останавливаться не буду, Георгий Георгиевич о ней еще активно расскажет. И важные положения, которые необходимы для адекватного проведения криодеструкции, это, во-первых, знание, опыт врача, использование современной аппаратуры. Такие правила, что зона оледнения не равна зоне крионекроза, что площадь оледнения не равна ее глубине. Время адгезии должно соответствовать экспозиции. И для оптимального лечения необходимо проведение двух циклов охлаждения и двух циклов оттаивания. Пауза после оттаивания необходима минимум 5 минут. Общая продолжительность от 25 до 30 минут в среднем. Также необходимо предупреждать пациента о правильности ухода за раны, что в последующем благоприятно влияет на исход заболевания. И контрольный осмотр через 6 месяцев каждого пациента. Адекватное и применение криодеструкции именно по назначению позволит избежать рисков рецидива и благоприятно будет влиять на исход заболевания. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, кто желает задать вопросы? Ирина Александровна, будьте добры. Уважаемые коллеги, которые могут быть обусловлены иммуносупрессией. Было ли усиление опухолевого роста от тех очков, которые вы лечили? Или, скажем, усиление опухолевого роста системного, если были такие пациенты? Были клинические наблюдения или лабораторные? Спасибо. В нашем МИСУТе сейчас пишется кандидатская диссертация, которая, в принципе, как-то связана с данным вопросом. Некоторые пациенты, которые поступали к нам с базально-клеточным раком, с изъязвленной формой, пациентам осуществлялась посев с поверхности опухоли. Затем производилось исследование в нашей лаборатории. И, в принципе, отвечая на ваш вопрос, связи именно с иммуносупрессией у пациентов не наблюдалось после проведения криодеструкции. Мы конкретно не регистрировали таких случаев. Спасибо. Спасибо, Александр. Можно еще вопрос следующего характера? Я там пропустил, наверное, сколько у вас пациентов всего с базально-клеточным раком кожи, которые были подвергнуты кривовоздействию? Всего прошло за этот период времени. В вашем сообщении я так что-то не увидел. Да, это в нашем институте прошло, я думаю, что более 400 пациентов. Более 400 пациентов. Но вопрос такой, значит, во всех ли случаях было достаточно двух сеансов за один прием пациента выполнить кривовоздействие для того, чтобы получить эффект? Это первый вопрос. Второй вопрос, да, и если недостаточно, то через какое время вы повторно делали кривовоздействие, или таких у вас не было. И второй вопрос, это все-таки рецидивы. Как часто удельный вес, все-таки 400 достаточно большое количество больных. Вот рецидивы как часто у вас наблюдались после выполнения кривовоздействия? Спасибо. Рецидивов, как правило, у нас было более 400 пациентов, и рецидивы были выявлены, если не ошибаюсь, около 5 пациентов всего. И это было связано с большим распространением опухолевого процесса. То есть пациенты, у которых проведение криводеструкции, как правило, сопровождалось больше в палеотивных целях, а не лечебных. То есть в данном случае рецидивы имели место, но при образованиях довольно ограниченных локализаций, то есть рецидивы... То есть менее 1%? Да, менее 1%. Так, и еще? Дальше вопрос, касаемый... Эффективности двукратного воздействия. Были ли больше вы чаще? Да, да. Несомненно, криводеструкция в два подхода – это минимум, который необходим для проведения радикального лечения. Но, как правило, в том случае, когда глубина инвазии у пациентов составляла более 2 мм в кожной покрове, таким пациентам проводилось 3 сеанса криводеструкции и иногда проводилось дополнительное кривораспыление после 3 сеансов. То есть в зависимости от расположения и глубине инвазии опухоли. И третий вопрос. Повторите, пожалуйста. Ну, во время одного сеанса вы использовали... А нет, после того, как больной был отпущен, после двух сеансов, были ли случаи, когда вам приходилось еще дополнительно все-таки... Нет, дополнительных случаев не было. Единственное, к нам приходили пациенты из других регионов, которым проводилась криводеструкция и приходили с местными рецидивами. Связано ли это с профессиональностью врачей, либо с неправильным пройдением корридеструкции, это, к сожалению, нам не удалось узнать. Спасибо. Михаил Дмитриевич, будьте добры. Извините, что задержишь. Сразу на некоторых вопросах. Ваш ответ на предыдущий причёрный симмуно-супрессии. Вы говорите про посевы из поверхности распадающей суммы. Как вы посевы изходили за симмуно-супрессией и тем более умными? Ну, к сожалению, именно иммуно-супрессией у нас наблюдений не было пациентов. У нас были наблюдения только по поводу посевов с поверхности опухолей. Все, спасибо. Это стандартно. На ваших слайдах, которые вы показывали, я где-то даже сантиметрими делаю. Второе. Угол глаз. Вы считаете, это допустимо проведение корридеструкции в этой зоне, где вы не можете... 35% выдаёте некрозу. Значит, зона ледяного фронта будет 65%. Причём при температуре, если даже край берёте, там до минус 40 идёт, где-то вот так, край ледяного фронта. То есть угол глаза. Сроки наблюдения ваших пациентов. То есть вы хотите сказать, что базальный клещный рак. Вы морозили в пределах здоровых тканей, и вы получили... Сроки наблюдения вы получили 1% рецидива. Рецидив при базальном клещном по международному положению, даже при хирургическом клещении больше. Нет, нет, ну пусть сначала он ответит, а потом... Да, ну, проведение корридеструкции в нашем институте проводится не очень давно, но, в принципе, за это время проведено лечение 400 пациентам, и за наш период действительно такие цифры. Срок? Двухлетний срок. Два года используется криодеструкция, и за два года вот менее 1% рецидивов. Возможно, это срок маленький, но довольно хороший эффект. Прокомментируйте методику. Ну, описали методику, которая описана числым, а вы не соблюдаете расстояние. Я так понял, да, Михаил Игоревич? Расстояние по удержанию по крючка от опухоли. Ну, в данном случае, вот именно касаемо угла глаза, просто проведение криодеструкции было оправданно тем, что у пациентки были сопутствующие заболевания, которые были противопоказаны для проведения общей анестезии, и пациентке было предложено данный метод лечения в связи с отсутствием возможности хирургического лечения. А как закончилось в этой ситуации с этой пациенткой? Эта ситуация закончилась, в принципе, благополучно. Сейчас пациентка наблюдается, и, ну, к сожалению, фотографии сделать не удалось, потому что пациентки иногородние, но через неделю она после крючки к нам приходила, и с довольно хорошим эффектом возникло. Ну, наверное, я вот, например, по-другому бы ответил на этот вопрос Михаилу Игоревичу. Наверное, скорее всего, здесь криводеструкция, наверное, более оправдана с позицией формирования рубцов, которые формируются после вмешательства, и по поводу криводеструкции они, конечно, гораздо благоприятнее в этом плане, и нет такой деформации в этой области кожи, и функциональная функция нижнего века, она меньше страдает. Наверное, это в большей степени. В данном случае, да, функции никак не пострадали. В принципе, учитывая то, что возраст сопутствующего заболевания можно было сделать под местной алсизией, а вот именно кривовоздействие, оно создает вот такой механизм, который позволяет... Вы разрешите ответить, поскольку, Михаил Игоревич, вы, как говорится, обратились уже к нам, просто я уже не стал задавать, то есть есть многочисленные публикации, в том числе наших земляков, в питерских, как говорится, в различных журналах по дерматологии, дерматокосметологии, по онкологии, где проводятся сохранительные результаты чистохирургического лечения, кригохирургии и лазерного лечения. То есть и приводится все до выбережья и противо. Спасибо. Будьте добры, Ваш вопрос. Извините, я не знаю, как Вас звать, поэтому... Николай Сергеевич, если можете, пожалуйста, более подробно расскажите о своем методе, как Вы делаете криудосвитцово, привозный кличный рак, учитывая, что это имеет различные клиники, анатомические, мафологические формы. Ну, допустим, в губернах форме не совсем понятно, для чего Вы удаляете экзофитную часть опухоли, если делаете криудосвитцово. То есть у Вас два метода лечения. Частичное иссечение опухоли и кривовоздействие. Тогда вопрос о криудосвитцово здесь вообще не стоит. Как Вы лечите другие крики мафологические формы? Ну, например, Барфея, так называемая, скидает скульпционную форму возрелома. Вот. И по поводу результатов. Тоже хотелось бы знать не только результатов экологических, но и косметических результатов. И сравним Вы свои вообще результаты, те, которые Вы имеете в клинике, ведь здесь же есть клиника, есть хирургические методы лечения. Особенно сложных методических областей лица и Ваши. И каковы преимущества Вашего метода лечения? Ну, метод криодеструкции и в сравнении с хирургическим методом будет доложен следующим докладчиком, именно для сравнения результатов проведения криодеструкции и результатов при проведении хирургических лечений. Что касаемо самой методики проведения, это для чего мы производим удаление экзофитной части. Во-первых, это производится для того, чтобы получить гистологический материал. Для того, чтобы аппликатор плотно прилежал к самой опухоли, мы также удаляем экзофитную часть, чтобы уже проморозить, так сказать, оставшуюся часть дно опухоли. Что касаемо хирургических вмешательств, то, что я говорю, что будут доложены уже следующим докладчиком, именно сравнение возможности хирургического лечения и возможности проведения криодеструкции. И то, что вы задали вопрос по поводу лечения узловых форм базально-клеточного рака, это производится также путем проведения подместной анестезии, также экзофитную часть удаления и минимум 2 сеанса криодеструкции по 5 минут. В принципе, метод аналогичный. Ну вот я говорю, для получения гистологического исследования и для прилегания аппликатора плотно к ткани, то есть для хорошей адгезии. Ну вам еще был задан вопрос по поводу косметического эффекта, сравнение его с другими методами или во всяком случае показать на тех результатах, которые достигнуты на протяжении, ну может быть, не всех двух лет, а через полгода, через год. Это было бы интересно. Да, будут доложены очередным докладчиком как раз-таки отдаленные результаты. И по поводу косметического эффекта, в том случае, когда образование находится, допустим, на спинке носа, то образование, в котором ткани после иссечения, допустим, невозможно соединить, либо возможно применение хирургических лечений с пластикой, свободным кожным лоскутом, то в данном случае дефект будет значительно хуже, чем после проведения криводеструкции. После криводеструкции происходит натяжение собственными тканями. Вы извините, ради бога, я просто не потому, что вы рассказывали своими словами, а это же очень красиво можно продемонстрировать на слайде. Поэтому если у вас сейчас этого материала нет, то, наверное, это не последнее заседание, которое будет посвящено этой проблеме, вот на следующем мероприятии было бы посмотреть именно косметический эффект от выполнения операции. Это было бы наглядно и убедительно. Обязательно в следующий раз мы представим большую базу именно тех пациентов, которые именно с удаленными результатами. Давайте еще один вопрос, а то мы уже выбились из регламента. Один вопрос и все. Пожалуйста. Мне кажется, я вам просто могу посоветовать делать не два кривоцикла, а один кривоцикл и без удаления в зоофитной части опухоли. Не надо нарушать целостность кожных факторов, это самое, нарушать целостность опухоли. Это одна страна вопроса. Потому что вы не знаете, какая там опухоль. Вы делаете биопсию, гистологическую мификацию, опухоли долечены. Я так понимаю, вы не делаете. Вы сразу удаляете в зоофитную часть и здесь же делаете аппликацию. Мы делаем это до госпитальной в этапе. То есть это делаете? Да, делаем. То есть вам морфологическая форма ясна? Понятно. Ну, в большинстве случаев, да. Какие тогда клиника, какие морфологические формы не подвергаются разрушению криодеструкции? Вы их выявили, эти формы? Нет, это не легаловка. Вы детально делали или вам просто дают морфологическую мификацию, базовый плеч на рак без указания морфологической формы рака? Как у вас звучит гистологическое выключение диагноза? Ну, у нас будет следующий доклад с нашими морфологами, которые как раз таки расскажут по поводу заключения. Я вам рекомендую, сделайте один криоцикл, по 5 минут это очень много, вы перемораживаете ткани и наверняка получаете хилоидный гипертрофический рубцы. Попробуйте сделать по более такой мягкой, щадящей методике. Ну, еще раз. Спасибо. Коллеги, ну, предлагает не соблюдать регламент, вот, мои коллеги. Есть еще тогда вопросы? Коли-то вызвало такое живое обсуждение. Да, Михаил Игоревич, будьте добры. Придите тогда, раз уже, пожалуйста, это тоже не то, что, извините, не то, что... Абсолютно, да. Не то, что Совет по криотинструкции, просто, когда вы говорите, что заживление ран, не стадия другого процесса, есть формы и типы рубца, то есть, и как после свободной кожи пластики, там просто получается этот плантат перемещен. А то, что у вас получается, он сразу заживает тагичным натяжением, сформированием рубца, а вот сформируется он атрофический, нормотрофический, гипертрофический, так как Сергей Григорьевич. На носок и лоиды я, честно говоря, никогда не видел. Это уже, ну, это зависит от процесса части. Но формирование должно быть, они само натягиваются. Спасибо. 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 Спасибо.